Ну и сейчас мы покажем, что прямо в эти минуты происходит в центре Киева. Алла Щелочева дежурит на Майдане. Затем у нас будет прямое включение из Мариинского парка. Сергей Ружицкий наблюдает, что там и как, но это чуть позже. Прямо сейчас с нами на связи Алла Щелочева. Алла, что нового на Майдане? Что люди говорят? Добрый вечер, Анастасия. Первое, что мы увидели, когда приехали на Майдан, это две колонны людей. Они отправились в центр избиркома, чтобы высказать свое мнение и то, что они думают по поводу прошедших выборов. Звали митингующие с собой всех желающих, в том числе даже нашего ассистента-оператора. Ну а те же, кто остался на Майдане, слушают здесь песни. Периодически со сцены выступают активисты и политики. А еще здесь готовят ужин. Научились это делать практически в промышленных масштабах. Давайте послушаем, что говорят повара. Вот этот казан, он имеет 350 литров. Кто-то хочет меньше, кто-то хочет больше. Но я думаю, полтора тысячи людей мы обслуговываем так, ну, смело. Сейчас в центре спокойно. Я бы даже сказала, что настроение здесь праздничное, новогоднее. Буквально несколько минут назад зажгли верхушку главной елки. Вы, наверное, можете это видеть. Вообще, это желто-синяя звезда с трезубом в центре. А еще елку сегодня украшали флагами. Помимо украинских традиционных, на ней появились флаги стран Евросоюза. Прошу прямую речь. У нас одна девушка попросила повесить флаг Боснии. Да. Ну, красивой девушке отказать не могли. На Майдане сейчас несколько тысяч человек. Многие говорили нам, что собираются оставаться здесь на ночь. Ну, а мы же остаемся дежурить и следить за развитием событий, чтобы рассказать вам все подробности уже в утренних выпусках новостей. Анастасия. Спасибо. Наша Сапкорала Щелучева с Майдана Незалежности.